Я тут на днях решил, глядя на болта, открыть личку ВКонтакте, но опять же я на множество вопросов решил не отвечать. И я даже пост писал у себя, ну там на микроблоге или как его там называют, бесполезно. Ну и многие, конечно же, жалуются, что Матвеев зажрался, никому не отвечает и все такое. Ну, в первую очередь я хотел бы сказать, что я свободный видеоблогер на вольных хлебах и ни с кем трудового договора не подписывал, не нанимался в справочную службу, чтобы отвечать на все вопросы. Если хотите получить ответ на вопрос, то, кстати говоря, можно очень удобно обратиться в поддержку ВКонтакте. Они, кстати говоря, на многие даже запредельно тупые вопросы умудряются отвечать. Я даже наблюдал это кино. И одновременно еще параллельно в личку приходят две категории вопросов по поводу того, как же в конце концов я научился заниматься тем, чем занимаюсь, причем не так уж безуспешно. И второй, я считаю, наверное, у некоторых долг, они чувствуют прямо долг перед отчизной, прислать мне в личку какую-нибудь шутку, минутку, какое-нибудь видео, какую-нибудь ржачненькую фотографию, прочую лабуду. Или там советы, вот посмотри, пожалуйста, там, BadComedian, классный канал или еще что-нибудь в этом роде. Я к чему это все? Сейчас я попытаюсь связать все это дело воедино. Мой успех в той или иной степени, я считаю, связан с тем, что я сейчас постарался отказаться от всего информационного мусора, который отнимает у многих пользователей интернета вагон времени, при этом не дает абсолютно никакой полезной информации. То есть, всякие BadComedian, This is Хорошо, плюс 100500, Comedy Club, художественные фильмы, всякие паблики, говнопаблики, которые постят, перепощивают друг с друга, перетаскивают всякие картинки, не содержащие абсолютно ничего, кроме ха-ха. То есть, все это я не смотрю. Мне неинтересно. Сначала мне было интересно, потом я взял за правило это не смотреть, и по истечении времени мне теперь это вообще неинтересно, поскольку для меня это не несет никакой смысловой нагрузки. Я смотрю информационные видео по двигателям, смотрю на других видеоблогеров и не только мопедной категории. Мне интересно все, что может помочь мне в моем деле, все, что может мне подняться на более высокий уровень. Поэтому, пожалуйста, огромная просьба, не присылайте мне шутки-минутки, я их не смотрю и смотреть не буду. Мне это неинтересно, это отнимает кучу времени, которую можно потратить на что-то более полезное. И именно благодаря вот этой выработанной во мне самостоятельно привычке отфильтровывать все ненужное и впитывать все полезное, я, наверное, все-таки считаю, что я стал тем, кем я сейчас являюсь на данный момент. Не отвечая на все вопросы, я только по той причине, что бегло я их все просматриваю в личке. Я даже не открываю, а потом просто беру, там есть классная опция такая, нажимаешь на окошечко, скроливаешь все это дело вниз и все сообщения обнуляются. А потом говорят, вот, сволочь такая, прочитал и не написал. У меня клавиатура стирается за месяц. Ее можно купить новую и через месяц на ней нету букв, потому что мне пишут вконтакте, в фейсбуке, на мыле, на скайпе, на твиттере, на mail.ru агенте. На скайп звонят все, кому не лень, надо и не надо. Про ютуб я вообще молчу, там 100-500 комментариев. Но, понимаете, если бы все так было просто, если бы можно было просто на один вопрос дать один ответ и на этом все, понимаете? Приходит один вопрос, я даю на него ответ и тут же этот же собеседник мне задает еще 20 вопросов, как правило, запредельно тупых. И вопросы сводятся зачастую к банальному благословлению от Евгения Матвеева. То есть, вот там, а как лучше разобрать поршневую? Ну, руками, наверное, не знаю. Ну, думать же надо в конце концов. Голова шана не только для того, чтобы в нее есть. Поэтому, если что-то интересное попадается, какая-то реальная проблема, то я стараюсь в ней человеку помочь. Не пытаюсь я помогать никогда по проводке, потому что это бессмысленно. То есть, в проводку надо лезть с тестером, лазить, пытаться разобраться, что и как не так там. А все остальные вопросы, на них либо вагон информации в интернете, но почему-то все считают своим долгом задать этот вопрос именно мне, потому что я, как, блин, истинно в последней инстанции и алюминь и все такое. Вообще, конечно, печально наблюдать картину, которую я в последнее время наблюдаю, причем уже не в последнее, а уже достаточное количество лет, что все мои труды, которые выложены в интернет, для некоторых остаются темным лесом. Ну, понятное дело, не для всех это может быть постижимо, так же, допустим, как электроника для меня. Но вот не мое это и все. Но если вы, ну, все те, кто пишут с глупыми вопросами ко мне и кому я не отвечаю, если вам не удается самостоятельно это сделать, то есть у вас, ну, не работает в эту сторону голова, обратитесь к мастерам, которые рядом. Если у вас не получается, ну, я не знаю, что вам делать, подумайте. Ну, я же всегда думаю, я стараюсь, я бывает даже ночью ложусь уже после трудового дня, и все равно я лежу и думаю, как я сделаю то или это завтра, я планирую свой день. Так и вы, понимаете? А вот в итоге, если сидеть в контактнике и торчать постоянно на всяких бестолковых пабликах, то мозги разжижаются, и они уже более не способны потом к нормальному функционированию, то вот это, в принципе, основная проблема, что все считают, что кто-то обязан, какой-то Женя Матвеев обязан за них пошевелить мозгами и сказать им, что делать. Вы что, хотите быть биомассой?